Ростов-город, Ростов-дом. Не случайно мы избрали такой лозунг, ведь что такое Ростов? Дом, в котором мы живем все вместе, а дом должен быть в порядке. Важные стратегические решения принимает не только администрация города, но и, конечно, это городская дума. И без большинства поддержки в городской думе принятие стратегических решений невозможно. Зачастую мы слышим много популистских предложений и решений от иных партий, которые не могут подтверждаться, их невозможно реализовать. Для того, чтобы мы каждый сектор экономики могли профинансировать, для того, чтобы программу социально-экономического развития мы могли выполнять, нам нужна дума, которая понимает и осознает не только принятие всех решений, но и их последствия. Основная задача администрации города во взаимодействии с будущей городской думой, которую мы будем избирать 3 сентября, это работа с бюджетом. В первую очередь, это увеличение неналоговых доходов. Второе, это обязательно реализация нерентабельных активов. Максимальное введение в оборот земельных участков. И обязательно это работа с недоимкой по налоговым платежам. К сожалению, изменить центр города, изменить ту часть города, которая была сформирована еще в 60-70-е годы, сегодня мы не можем. Увеличить улицы для проезда. Поэтому сегодня основная задача развивать новые микрорайоны, которые могут быть построены уже по самым современным требованиям, где будет соблюдаться полностью нагрузка по социальной структуре, где одновременно со строительством многоквартирных домов мы будем строить детские сады, школы, объекты спорта, объекты культуры. И самое главное, уже при проектировании данных микрорайонов мы уже существенно понимаем пропускную способность дорожного полотна. Сегодня у нас грунтовых дорог больше 700 в городе. И, конечно, это дорогостоящие мероприятия. Но реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже начиная с прошлого года нам дает возможность ежегодно на 550 миллионов рублей реализовать ремонт действующих автомобильных дорог. В прошлом году было отремонтировано 26 автомобильных дорог, в этом году мы ремонтируем 25. Высвободившиеся денежные средства мы имеем сегодня возможность направлять на реализацию по переводу грунтовых дорог в асфальт. Наша стратегическая задача в ближайшие пять лет 75 процентов грунтовых дорог перевести в асфальтные дороги. Продление нашей набережной, которая будет соединяться с театральной площадью, это новое масштабное место отдыха ростовчан, которое станет отдыхом будущего. С учетом всех ошибок, которые мы сегодня можем видеть на Дельщину набережной, мы понимаем, что это будет четырехполосная автомобильная дорога, это будет зеленая зона отдыха, это будет причальная стенка. Мы понимаем, что набережная будет соединяться с театральной площадью, от театральной площади до набережной будет пешеходная зона шириной 60 метров. Мы предусматриваем парковку на четыре этажа, которые позволят жителям приезжать, ставить автомобили и комфортно прогуливаться по набережной. Сегодня мы переходим принципиально к понятию компенсационной высадки зеленых насаждений. Сегодня мы уже меняем законодательную базу, и теперь любой инвестор, прежде чем готов снести любое дерево в городе, он должен будет рассчитать стоимость нового дерева, стоимость посадки этого дерева и, самое главное, стоимость трехлетнего его содержания. Да, это будет дорогостоящее, да, действительно ли обиденство будет тяжело, но по-другому изменить ситуацию в городе, получить зеленый город, мы не получим. В первую очередь, это должен быть электрический транспорт, поэтому мы должны постоянно думать о том и возвращаться к старой советской модели, когда больше часто были троллейбусы и трамваи. Если сегодня трамваи и троллейбусы будут ходить качественно и будут оборудованы всеми механизмами и системами, как кондиционерами, то большинство людей будут, конечно, с удовольствием им пользоваться. Мы должны были построить 21 школу. В прошлом году нами построены две школы. В этом году мы одновременно идем строить еще трех школ, еще шесть у нас находятся в проектировании. И благодаря только национальному проекту мы сегодня можем позволить строить такого количества школ. Ростов должен быть экологически чистым городом, очищенных от вредных производств и многое должно решаться за счет IT-технологий. И, соответственно, еще со школьной скамьей мы должны внедрять эти технологии, получать уже более не менее подготовленных специалистов, когда они приходят в высшую школу образования. Система образования должна быть модернизирована, цифровизирована. Школы должны быть готовы к дистанционному образованию. Учитывая современное общество и понимая тенденции современной молодежи, сколько времени они проводят возле гаджетов, телефонов, айфонов и так далее и тому подобное, то, соответственно, мы вынуждены в какой-то мере приходить к дистанционному образованию, которое ни в коем случае не должно заменять очную форму образования. То есть оно должно каким-то образом вместе друг с другом гармонизировать. И для этого школы должны быть готовы к этому. Должны быть новые технологии внедрены, цифровые технологии, должны быть молодые кадры в этих школах, резерв молодых кадров должен создаваться, который будет готов реализовывать эту форму образования. К сожалению, сейчас, на мой взгляд, школы не готовы к этому. Ну, есть, конечно, и хороший пример. Еще раз приведу вам ДГТУ в пример, где лицеи, со скамьей лицея мы получаем готовых специалистов, которые приходят в высшую школу уже готовыми специалистами, готовые работать с новыми цифровыми технологиями, готовые к модернизированной форме образования. Современное общество подводит нам к тому, что цифровые технологии, как таковые, должны быть, и они нужны. Наверное, все мы помним, очень много ходило рассуждений, хотели передавать в частные руки, в концессию. Сегодня принята администрация города и губернатором о финансовой помощи. Это стратегическая задача. В следующем году приступить к строительству 12-этажного хирургического корпуса Центральной городской больницы. Для того, чтобы привлечь в нашу профессию специалистов, необходима социальная поддержка. Это и доплаты тем специалистам по редким специальностям. Это и, конечно, социальная поддержка в виде получения жилья, потому что молодой семье очень актуально жилье. И это задача, которую ставит партия в своей программе, и это задача, которую мы обязательно будем выполнять. Здоровый образ жизни – это не только профилактика заболеваний, но это и непосредственно занятия спортом, оздоровление. И это лучше всего было бы делать непосредственно вблизи от дома. В программные проекты партии «Единая Россия» входит инвентаризация придворовых площадок. Это ли не самое лучшее место для занятия спортом непосредственно в близости у дома? И на сегодняшний момент имеется больше ста площадок, которые требуют инвентаризации и дальнейшего постановки на баланс, и дальнейшего приведения в такое состояние, чтобы там можно было заниматься спортом. И в этом плане партия «Единая Россия» готова работать. В плане проведения диспансеризации – это расширение стимулов для работодателей, которые работают с нами в одном направлении и помогают своим работникам проходить диспансерный осмотр в медицинских учреждениях. Продолжение следует...